ох ребята кого еще автоклава нет мне вас жаль сегодня я решил сделать скумбрию в масле вообще скумбрия я считаю для консервов это самое что ни на есть лучшая рыба недавно я делал скумбрию в собственном соку сегодня буду делать скумбрию в масле взял я вот таких 5 рыбок в общем но они такие средние небольшие не маленькие в общем выбираю вообще самые крупные на рынке у меня как получается я отрезаю хвосты отрезаю головы и потрошу режу порционными кусочками делаю в пол литровых банках получается в среднем ну скорее всего так и есть так и будет у меня одна рыбка одна банка так ну что же давайте а еще до плавнички вот эти обрезаю ну что же чтобы вообще рыбку удобно было обрабатывать желательно чтобы она была слегка слегка подморожена такая не совсем растаянная слегка подмороженная или иметь очень-очень острый нож чтобы ее не помять потому что скумбрия рыба очень очень нежная ну все давайте уже ей займемся и ее приготовим ну что ж друзья мои рыбку я подготовил вот они пять тушек вот так вот выглядят хорошенько после того как распотрошил хорошенько я их промываю под водой ребят остается вот открыл этих тушек остаются головы достаточно хорошие головы не знаю я их не выкидываю посоветуйте что с головами может быть можно сделать кто что делает вот чаек пью так что нам понадобится как я уже сказал одна рыбка одна банка 5 пол литровых банок под крышку твистов на дно банки я насыпал молотый перец это смесь молотых перцев и лавровый лист все больше ничего никакую другую приправу я не использую еще нам понадобится соль обычная крупная каменная и растительное масло рафинированное так ну что режем рыбку нож должен быть ребята достаточно достаточно острый чтобы нам рыбку не смять а вот такими кусочками порезать потому что она уже растаяла если бы была мороженая слегка было бы еще лучше ну ничего нож я хорошенько наточил так что я думаю все нормально будет скумбрия рыба достаточно нежная такая вот поэтому приходится с ней обращаться очень и очень аккуратно вот таким вот образом 5 кусочков так что делаем теперь теперь мы берем масло подсолнечное столовая ложка обыкновенная который все мы кушаем наливаем в банку одну столовую ложку масла все это довольно таки нехитрым способом налили теперь начинаем укладывать рыбку не надо ее сильно мять допустим узнаете там трамбовать вот туда вот так вот конкретно вот это ни к чему вот такими кусочками хоп хоп так и вот так вот вот что у нас ребят получается такая вот красота как вы видите баночка выходит не полная что мы делаем далее далее мы берем еще одну ложечку масла наливаем всего две ложки масла этого вполне достаточно теперь берем соль соли нам нужно одна ложка чайная под нож это значит мы набираем ложку соли и ножом счищаем высыпаем вот так вот все довольно таки просто все довольно таки нехитро теперь берем кипяченую водичку холодную и вот так вот заливаем вот что у нас получается вот это вся водичка она потом будет до того вкусно вот это образуется такое желе вот это когда вытопится весь жир но вкусно будет ребята просто я вас уверяю попробуйте будет просто обалденно это один из рецептов можно делать по-разному можно набивать бланк банки полностью без воды и без масло ну и рецептов очень очень много но сейчас вот я делаю именно такой рецепт ну и естественно в конце видео мы его с вами продегустируем баночки готовы вот такая получилась красота как я и сказал пять баночек сейчас подготовлю крышки закрою и в автоклав на готовку крышки твистов их нужно для начала или прокипятить пару минут или залить кипяточком чтобы вот уплотнительное кольцо которое внутри стало таким более мягким и хорошо присосалась банки вот на банке вот этот кромочка сверху кольцо которое внутри крышки она вот сюда вот присасывается и таким образом очень хорошо держит не пропускает воздух и консервы наши сохраняются очень и очень долго ну что ж друзья мои все давайте готовим автоклав к загрузке и к приготовлению все баночки я закрыл вот они такая вот красотища получилась крышки буквально две-три минуты подержал в кипятке этого более чем достаточно ну вот теперь 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 ставлю все это дело в автоклав автоклав вейн на 42 литра это наш кормилец так залил я пять литров воды поставил фольжно поставил пять баночек сегодня сегодня буду работать на газу вот на этой комфорке на крайне левой достаточно удобно вот эта комфорка остается свободная здесь можно варить жарить картошку все что угодно делать так температура 80 уже пошла 82 где-то примерно клапан поднялся и теперь у нас выходит из автоклава воздух пар начинает подыматься и выдавливать воздух кран у нас открыт через вот этот шланг у нас выходит воздух он у нас там рассекатель пара все прекрасно так это шланг это у меня самогоночка гонится но сейчас не об этом сейчас воздух весь выйдет и бульки видите какие крупные а когда выйдет воздух бульки такие мелкие-мелкие будут это пар уже и все мы кран перекроем и доведем температуру до 120 градусов и при 120 попробуем выдержать 30-40 минут в прошлый раз я 60 минут держал а мне там посоветовали 30-40 минут подержать ну 40 минут я думаю подержу и попробуем что у нас получится температура уже 100 градусов все весь воздух вышел весь воздух вышел вот это он уже видно пар пар выходит теперь мы закрываем все бульки прекратились закрыли теперь немножечко немножечко убавим газ вот так где-то и все догоняем температуру до 120 градусов и так ребят я вам повторюсь это паровой автоклав вейн на 42 литра который можно использовать как перегонный куб здесь кламп 2 если вы сейчас купите этот автоклав и укажете промокод витальсон то вам будет скидка и плюс к этому на колонну вейн реформ вам тоже будет скидка 2000 рублей таким образом вы можете не покупать куб вы можете купить автоклав для того чтобы готовить вкусняшки получить на него скидос и купить колонну вейн реформ и получить на нее скидос два скидоса прекрасненько вообще замечательно ребята можно сделать все и так 42 литра как я уже сказал отличный перегонный куб работает как на газу так и на тенни так и на индукции лично все проверил качество прекрасное сварные швы соединения все замечательные производитель дает гарантию 3 года не забывайте промокод витальсоны будет вам счастье ручки мне вот это тоже нравится очень я не знаю тип карболита какая-то вот эта вот штука в общем автоклав вот естественно горячий ручки вот пожалуйста ручки такие чуть 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 тепленькие так сзади автоклава кстати есть сливной кран который я заглушил мне он не нужен кому нужен пожалуйста есть в комплекте также вот он ключик у нас вот такой ключ простой это чтобы затягивать кламп хомут кламп хомут достаточно серьезный и от руки затянуть его очень и очень сложно так что затягиваем ключиком все ребята ждем пока температура достигнет 120 градусов градусов все ребят температура 120 теперь жду 40 минут хочу попробовать 40 минут все таки ну как сказать люблю я эксперименты 60 минут пробовал получилось хорошо интересно что получится на 40 минутах ну все ребята пора отключать и так 120 градусов избыточное давление 1 атмосфер и выключаем прошло 40 минут так таким образом что мы делаем да кстати когда у меня я стравливаю воздух когда он у меня сходит потом я шланг отсюда сразу снимаю чтобы он мне в раковине не мешался тем более здесь я самогонку гоню здесь у меня вода текет так теперь в данный момент не трогая автоклав все отключили в таком положении пускай остывает до 60 градусов можно оставить его и до утра пускай остывает но вот 60 больше не надо до 60 остынет можно вытаскивать банки раньше не надо и упаси вас бог вот сейчас сразу туда лазить и этого делать ни в коем случае нельзя все ждем пока автоклав остынет потом будем уже доставать баночки и дегустировать а пока продолжаем гнать самогончик в общем тут все у меня сразу же и закуска и выпивка готовится все как положено так все автоклав остывает до 60 градусов и так 60 на термометре автоклав открыт вот она крышка лежит и достал я баночки вот они внутри еще даже идет процесс бурления вон видно еще бурлят внутри еще кипят все теперь пускай стоят остывают вот это что белое в них это белок пускай стоят остывают и теперь уже наверное завтра будем дегустировать сейчас они не остынут а это консервы горячими кушать не айс это ж не мясо все тогда до завтра ждем пока остынут ну что ж пришло время пробовать вкусняху постояли у меня баночки ночь в холодильнике ну потому что консервы нужно кушать холодные я не люблю да и не знаю кто их ест горячими вот такая вот красота получилась вообще у меня уже слюни рекой как у бешеные собаки в общем на вид получилось отлично отлично сейчас попробуем как все это дело на вкус а давайте опа давайте пробовать ну-ка на запах все таки скумбрия это бомба какой аромат скумбрия ребят есть скумбрия вот кусочки не развалились кусочки целые так все кусочки целые это хорошо еще меня интересует косточка вот косточка меня очень интересует ну что ж дорогие мои смотрите а вещь какая аромат ну что давайте попробовать вот сейчас возьму хвост вот он хвост интересует меня кость нет кости ух ты 40 минут кости нет прошлый раз я делал 60 минут ну и за 40 минут кости нету ммм как вкусно по соли то что надо ммм 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 ох ребята кого еще автоклавы нет ммм ммм мне вас жаль ммм ммм быстрее покупайте ммм ммм тем более что по промокоду витальсон вам будет скидочка мммм мммм это правда очень вкусно а супчик из такой скумбрии сварить ммм ммм да все что угодно ммм вот меня радует что кость полностью вообще разварилась ммм 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 рижечка очень вкусная класс а следующую следующую делаем в томате красота тут еще дело такое автоклав тут можно использовать как перегонный куб а у него сверху вот он кламп 2 крепление работает как на газу так и на индукции так и на тене вот врезочка по тену а сейчас на вейн реформ там акция идет при покупке автоклава на колонну вейн реформ скидка вроде 2000 рублей можно куб не брать а взять автоклав использовать его как автоклав и как перегонный куб и плюс еще колонну со скидкой вообще вот такая тема как по мне получается двойная экономия так что торопитесь други торопитесь три года гарантии я вот производителя спрашивал три года гарантии дает на автоклав хотя чему тут ломаться ну мало ли может манометр термометр там да так что если что без проблем все заменят не могу удержаться дабы не съесть еще костей не чувствую вовсе вкусно очень ммм вот это на на ка над хлебом конечно ммм с черным хлебом вот у меня буханочки лежат о с черным хлебушком будет вообще наверное офигенно Ладно, ребята, сейчас, чтобы вас не утомлять, я за кадром эту баночку-то доем Вам я говорю до свидания, до новых встреч Следующую готовим скумбрию по рыбе, скумбрию в томатном соусе И еще бомбические рецепты я придумал Свиные уши в автоклаве Все, друзья мои, всем пока, до новых встреч Быть добру, быть добру Субтитры подогнал «Симон»